Не утихают баталии вокруг одной из самых скандальных строек Нижнего Новгорода. Жилой комплекс «Сердце Нижнего» должен был практически полностью уничтожить Почаинский овраг. Хотя разрешение на постройку на месте Почаинского оврага было выдано еще в 2008 году, широкой общественности это не было известно. Строительные работы начали только в 2016. На сегодняшний день построен один дом, почти достроен. И возможное продолжение строительства вызывает протесты у экологов и местных жителей. Вот местные жители этот дом называют вообще колбасой. То есть он вообще, да, вот он даже не нравится, вот эта сама архитектура. Почему-то она вот так вот вытянутая такая с окнами, как будто с этими. Правда? Я не знаю, вот почему-то так вот, как увидели, так вот. Ну вот, говорят, колбасу построили, вот колбасу построили. На самом деле это подарок природы, что вообще, что здесь вот все выросло, что здесь заросло. И, в принципе, потенциал этого места, именно как вот, чтобы сделать интересный ландшафтный парк, очень велик. И природа, если мы оставим ее в покое, она стремится стать лесом. И очень неправильно было бы вот такую уже озелененную территорию погубить. Застройка Почаинского врага – это классический пример захвата общественного пространства, уплотнительной или иначе называемой точечной застройки. Большинство простых нижегородцев, с которыми мы собирали подписи, вот в прошлом году, в 2017, они решительно нас поддерживают. Я вообще житель местный, и когда хожу этим мостиком, весной слушаю соловья. Я городской житель, мне нет возможности уехать за город и послушать где-то соловья. То есть я его слушаю здесь. И вообще, как можно просто принимать такие решения? Это наше сокровище. Тогда действительно мы можем сделать здесь место памяти, ландшафтный парк. Мы действительно можем осваивать эту территорию не как оккупанты, которые пришли, выжили, как салы из комара, какую-то прибыль и убежали, да? А как ответственные граждане. У застройщика своя правда. Они считают, что в 2008 году разрешение на строительство получили законно. Изначально, когда был аукцион, на котором мы участвовали, подружилась комплексная застройка, подружилась строительство 8 домов. Былая цена аукциона тогда, 75 миллионов, вот и участвовали с тем расчетом, чтобы все-таки здесь комплексно застраивать эту территорию, соответственно, с необходимым благоустройством. Вот дом. Чтобы он не скатился в этот овраг, здесь коллектор, говорят, пролегает, который аварийный. И об этом и городские власти знают, и он давно аварийный. И те, вторая или как третья очередь, которая должна была быть здесь застроена, она выступала как бы опорной стеной для этого дома. То есть, если этих застроек не будет, это все скатится в овраг, в том числе и наш дом вместе с жителями. Вот мы и говорим, тогда пусть, ну или город, наверное, на себя возьмет, да, пусть строит опорную стену, отремонтирует или как там заменит коллектор. Тогда вся опасность и тем растениям, о которых наши экологи там реально бьются, якобы здесь какие-то растения есть из Красной книги. Потому что если коллектор прорвет и парку, и всем растениям тоже, как говорится, ничего хорошего не будет. Еще 30 лет назад в этом овраге не было вообще ни одного куста. Если посмотреть фотографии старые этого оврага, здесь вообще никаких растений не было. И о том, что здесь краснокнижные бузина где-то растут, это полный фейк и бзик. Я здесь как бы к тому, чтобы мою собственность сохранить, вот она в таком виде, она в готовом, 95%. Да, люди деньги вложили. Между тем, глава города Владимир Панов в споре жителей и строительной компании принял сторону жителей. Так как эта компания имела задолженность перед городским бюджетом в 37 миллионов рублей, договор на полную застройку почаинского оврага был расторгнут. Застройщику предложили достроить до полной готовности только один вот этот дом. В настоящий момент международная строительная компания, земельный участок, на котором считается строительство дома, предоставлена собственность. Он их. То есть у них есть соответствующие разрешения. Пожалуйста, стройте. Деньги они с людей собрали. То есть, если бы можно было говорить о том, что они еще понесли какие-то серьезные расходы в инфраструктуру, может быть, это как могло бы влиять, но они ничего не сделали. Поэтому было принято решение о превращении права в отношения. То есть это было основание. Безусловно, у этого есть еще моральная сторона, потому что я искренне считаю, что почаинский овраг – это неотъемлемая часть истории города.